колонки и секции в деви page builder меня зовут федор васильев и давайте знакомиться с колонками и секциями прошлых видео я показал как установить деви что лучше выбрать для создания сайта деви или аналогичный конструктор элемент рпро в этом видео смотрите переходим админку переходим страницы я создавал главную страницу точнее еще ничего не делал просто показывал первые настройки в прошлом видео можем перейти сразу по главное или вот здесь вот у нас есть эдит деви сразу переходим в режим редактирования сразу у меня спрашивают колонку так как я еще ни одну колонку не создал давайте возьмем одну колонку здесь нажму крестик то есть смотреть вот это у нас синяя видите синий рамка помечается если я навожу мышь вот на эти элементы это у нас с вами называется секция зеленым помечено то есть эти цвета не всегда присущи то есть они меняться не будут просто даже по цветам можно будет потом ориентироваться то есть вот эта синяя строка она имеет свои настройки и вы позже поймете какие строки для каких целей подойдут зеленая это называется ряд то есть здесь в этом ряду мы можем кликнув по шестеренке выбирать например там количество колонок если мы хотим контент разбить скажем в несколько колонок и так далее и есть еще такой вот серый плюсик отсюда мы добавляем плагин также структуру если удобнее вы можете посмотреть кликнув вот по этой иконке здесь будет более наглядно причем вы можете создавать сайт как отсюда и в любой момент переключаясь сюда продолжить редактировать сайт потом вернуться вновь сюда если это необходимо то есть вы должны здесь понимать вот здесь есть строгая вложенность вот это самый главный у нас раздел идет в него вкладывается строка вот я и сворачиваю соответственно неограниченное количество если мы по зеленому плюсу кликаем мы можем создать еще одну строку еще и еще так и строится наша страница соответственно вот так по корзинке она удаляется также по плюсу мы добавляем новый раздел если нужно начать как бы прям с раздела снова и здесь есть выбор обычная то есть это будет просто обычный раздел где мы создаем например дальше сайда также удаляется по корзинке и еще специальный где мы можем выбрать из сетки где у нас будет сайт бар то есть сайт бар здесь помечен оранжевым цветом а зеленым это будет контент также позже разберем и вот здесь вот по иконкам пройдемся если у нас например обычная секция и например выше строку надо переместить в нижний ряд у нас есть такая иконочка зацепляем левой кнопкой мыши и переносим просто мышкой дальше шестеренка понятно настройки будем их позже разбирать дальше вот эта иконка это дублирование секции то есть у вас в этой строке может быть какие-то уже настройки какие-то картинки там текст и вы можете сразу вместе со всем содержимым скопировать ниже дальше вот это изменить колонки например вы создали одну колонку а потом в процессе поняли что надо сделать из нее две колонки вы переходите сюда выбирайте вот у вас две колонки как это понять появляются два плюса то есть в этой колонке в левый вы добавляете какой-то плагин и соответственно вы можете в правую часть данной строки добавить какой-то элемент это все что угодно может быть текст видео картинка и так далее и соответственно также это можно сделать обратно то есть одна колонка дальше сохранить ряд в библиотеку ну мы позже пройдем это то есть в библиотеке будет храниться ваш некий фреймворк который вы сможете использовать потом ниже на странице или где-то на других страницах то есть уже вашу заготовку и корзинку удалить понятное дело это просто удаление строки еще такие три точки да здесь много вкладок мы будем касаться каких-то вкладок который нам будет необходимо в процессе создания сайта все прям подряд я объяснять не буду потому что здесь и так многие понятны по названию что они значат из всех этих я точно посвящу отдельный урок именно сплит тестирования вот здесь аналогичные кнопки есть и у ряда нашего основного ряда я их объяснять не буду да здесь все то же самое то есть вы можете перейти сюда и здесь у нас те же самые кнопки просто здесь было удобнее объяснить создавая первый экран вы должны понимать что вот где у нас помечено синими ранками здесь у нас и будет первый экран минуя шапку сайта меню здесь у нас есть поиск и логотип мы это коснемся позже то есть контент строится именно вот отсюда ниже шапки сайта сразу заглядываю вперед хочу сказать что шапку полностью можно заменить либо использовать от шаблона как она сейчас есть но поднастроить ее либо вообще отказаться от нее собрать шапку полностью то же самое можно сделать подвалом сайта оставить его таким как он есть поставить только свои социальные кнопки свой текст внизу или полностью его заменить будем действовать по моему примеру скажем вот у меня первый экран он залит цветом то есть как это сделать в деве это делается естественно в разделе вот в синим нашем разделе который помечен синим чтобы залить его цветом вы переходите по шестеренке дальше здесь сразу ниже видите фон переходите фон и здесь есть ряд настроек вот здесь первая кнопка эта заливка внизу у нас есть цвета то есть по умолчанию цвета такие заготовлены я позже покажу как их можно будет поменять и есть вот такие тут три точки где вы можете выбрать из более разнообразных цветов какой-то под себя я беру например такой цвет вы видите сразу в реальном времени наша основной раздел он заливается цветом также при наведении мыши на этот вот синий прямоугольник фиолетовый здесь есть шестеренка кликнув по ней мы можем из палитры выбрать цвет задать прозрачность вот вы видите прозрачный становится а удалить вообще цвет как изначально нас было да ну или стрелка это вернуть назад то же самое вот так же на этой кнопке вы можете задать градиент это переход от одного цвета к другому залить наш раздел градиентом да также загрузить фоновое изображение на задний план загрузив его с компьютера также можно вставить видео загрузив mp4 видео чтобы он был на заднем плане на этом уровне например если мы хотим вот так оставить внизу вот здесь вот галочка зеленая сохранить изменения нажимаем сохранить еще у нас не сохранилось нужно еще в правом нижнем углу нажать на кнопку сохранить первое наше изменение мы сделали как посмотреть на реальном сайте да то есть вы можете просто перейти вот сюда вот навести мышь консоль потом навести мышная вот ваш заголовок вот здесь и вот перейти на сайт правой кнопкой мыши открыть в новой вкладке нажимаете изначально был вот так обновляю и вы видите у нас изменение то есть это реально главная страница это реально уже на сайте это работает это уже видно наша вот эта заливка я возвращаюсь страницы редактировать давайте действует по нашему примеру у меня здесь картинка и какой-то текст значит в данном случае надо разделить наш ряд на две колонки разделяю на равные колонки здесь я кликаю по плюсу и выбираю плагин изображение здесь показано дефолтное изображение слева вы можете кликнуть вот сюда в прямоугольник открывается медиа менеджер и с компьютера загружаем заготовленное изображение я загружаю свое изображение формате png естественно я сейчас не говорю о том что если вы делаете рабочий сайт вы должны позаботиться об оптимизации ваших изображений то есть картинки нужно прогонять через например сервис тени png я уже сейчас не показываю сайт это такой некий бесплатный сайт где можно картинки ужать без потери качества тени пнг или тени jpeg два сервиса которые помогают сильно ужимать изображение без потери качества это нужно сделать перед тем как картинки залить на сайт иначе картинки сильно нагружают сайт нажимаю загрузить изображение вот вы видите у меня изображение здесь помещается но здесь смотрите разница если вы подобного рода загружайте изображение где она вас обрезана да то нельзя так оставлять как будто ноги обрезаны в данном примере у меня вы видите сразу идет второй блок ниже и вот так картинку можно располагать как будто я стою за тем блоком здесь у нас за это отвечает некие отступы отступы по умолчанию то здесь вы можете нажать на галочку смотрите просто я зажимаю левой кнопкой мыши под картинкой и вижу где есть отступы то есть еле видно там видите синим подсвечивается наверное 15 или 20 пикселей отступ именно у нас отступ есть внутри самой строки ряда нашего и есть отступ а синим подсвечивается у синей секции значит надо в двух местах убрать отступ здесь видите помечается рамкой коричневый именно наш плагин изображения мы видим что внутри отступ тоже имеется то есть в трех местах давайте сначала передаю в синий раздел дальше мы переходим с вами дизайн дальше мы переходим с вами расстояние вы видите здесь много есть опция мы периодически будем касаться тех или иных опций по мере необходимости не буду сразу их все рассказывать чтобы не нагружать смотрите расстояние нам нужно отступы внутри вот внутренние отступы и отступ нам нужен именно снизу во первых вот здесь можно мышкой навести видите вот на эту слово низ и зажать левой кнопкой мыши и оттягивать влево вправо просто вы видите вот и посмотрите как играет нижняя граница нашего ряда наши основного раздела видите как я прям поджимаюсь вот или если удобно можете просто вот в это поле вбить 0 причем px пикселя не автоматически подставляются вы видите здесь у нас сократилось расстояние здесь я нажимаю на галочку применяю у нас сами есть еще в зеленой секции мы заходим в настройки также переходим дизайн переходим расстояние и низ я ставлю 0 этого достаточно чтобы я то есть моя картинка прижалась к границе к нижней границе наши основного ряда то есть отступов снизу больше нет нажимаем галочку нажимаем вот на эти три точки сохранить на второй вкладке я не закрывал основной сайт то есть именно фронтальную часть вы видите все работает картинка поместилась отступы снизу я убрал нашем сайте примере дальше слева от картинки идет заголовок потом некий разделитель линия и под заголовок находим с вами вот здесь вот плюсик до в левой колонке или если вам удобно можете перейти вот здесь структуру лучше видно например здесь плюсик самом низу нахожу плагин текста выбирая его здесь вот в этой области смотрите вы пишите любой ваш текст или можно перейти в html если вы копируете откуда-то текст чтобы вот так вставить чтобы почистить левый стиль или но если вы от руки пишите текст то просто вот в этом поле набер начинаете набирать текст у меня заголовок школа федора васильева так я перейду наверно вот в этот режим сразу видно буквы у нас темные также кстати наводя мышь видите сразу появляется здесь на нашем холсте иконка пера или кисти но это говорит о том что можно кликнуть и сразу также перейти в эти же настройки для редактирования здесь такая ситуация заголовок главный заголовок ваш основной заголовок который у нас находится на самом верху он всегда первого уровня это так называемый h1 так то есть это немножко информация для тех кто не знает из разряда сел обязательно нужно помечить наш первый заголовок первым уровнем то есть я выделяю весь заголовок здесь я кликаю видите в редакторе вот сюда и выбираю вот этот хейтинг один заголовок h1 у нас заголов становится больше так как это заголовок он всегда крупнее здесь в коде можно видеть что наш заголок обрамляется тегом h1 все так и нужно оставить теперь надо поработать с цветом так как если фон такой темный тот цвет текста должен быть светлый данном случае у меня белый можно либо в редакторе прям задать цвет здесь но правильное будет перейти в дизайн перейти текст под заголовком мне кажется здесь неправильно переведено потому что это не под заголовок вот здесь надо выбрать кликнуть h1 у нас это и выбрана и ниже просто видите цвет я выбираю вот сразу он покрашивается белым сразу можно его вот 10 отцентровать я кликают по этой иконочке делаю по центру именно по центру самой самого нашего ряда где у нас расположен этот текст на моем демо примере вы видите что я использую тень для текста в деве это работает и то есть то есть здесь же в настройках ниже опуститесь видите есть даже сразу примеры как тень будет выглядеть кликаем прямо вот по тени и сразу за текстом есть тень и ниже есть управление тени там отступ тени там вправо удвинуть вниз вы видите тень уезжает то есть посмотрите какой вариант вам больше подойдет ну пускай будет вот такой вот вариант я чуть-чуть наверное опущу вот так вот вниз ну так пускай останется обратите внимание что вот весь этот текст у нас расположен относительно фотографии по центру здесь я нажимаю на галочку смотрите нажимайте на шестеренку ряда и здесь мы видим настройки именно наших рядов так скажем и здесь вот видите столбец 1 это первый где наш текст столбец 2 это под нашу картинку нажимаю на шестеренку столбца где у нас есть текст перехожу в дизайн и здесь я перехожу расстояние и в данном случае сверху я отступаю 350 пикселей в моем случае и у меня текст размещается относительно картинки по центру нажимаем здесь галочку применить дальше чтобы добавить разделитель также как вот у меня вот здесь я нажимаю вот здесь прямо под нашим текстом по плюсику вызываю плагины нахожу плагин разделитель кликаю по нему переходим дизайн линия цвет я ставлю белый здесь вы можете выбрать сплошная двойная пунктирная точечные так далее вверху вертикально по центру пускай будет верху размеры то есть скажем видите толщиной можно играться пускай она будет 2 пикселя и у нас есть некое такое большое расстояние между текстом и этим разделителем ставлю галочку перехожу в настройки текста перехожу дизайн расстояние внутренний отступ и у нас есть внешний отступ я оставлю вот здесь вот ноль но на самом деле видите близко прижимается сделаем 10 пикселей вот здесь вот и вот сейчас нормально от текста линия отступает далее у нас имеется здесь подзаголовок также нажимаем по плюсу выбираю плагин текст если вы хотите здесь поместить кнопку здесь тоже есть плагин кнопка но мы с вами рассмотрим остальные плагины там следующих уроках соответственно я выделяю текст ставлю свой текст также дизайн перехожу перехожу на вкладку текст выбираю белый также по центру у нас есть какой-то отступ поэтому я перехожу в настройки самого разделителя дизайн расстояние и у разделителя снизу ставлю 0 отступ ну вот в принципе нормально смотрится нажимаю галочку нажимаю сохранить еду на сайт обновляю вот принципе нас уже с вами получается первый блок сделать когда вы создали первый экран первый блок не забывайте сразу прогнать все через мобильность посмотреть как это смотрится на мобильных устройствах каждый блок сразу вы здесь вот кликайте также на эти точки смотрите переходим планшет сразу замечаем что большой отступ у нас с вами идет от верха также на мобилках в принципе все нормально только отступ большой перехожу сюда в настройки настройки секции дизайн и расстояние и вот уже здесь я выбираю конку здесь просто будет удобнее у нас же сверху отступ 350 для компьютерной версии это нормально для планшета у нас с вами экран же меньше у нас все перестраивается так и должно быть но для планшета вот здесь обязательно выберите планшет сверху попробуем поставить 0 то есть принципе нормально смотрится небольшое расстояние есть теперь выбираю телефон здесь тоже стоит 0 все в принципе поправку мы с вами сделали этого достаточно то есть смотрите на рабочем столе на компьютерной версии у нас остается отступ 350 для планшета отступа этого нет то есть это нормально смотрится телефон тоже нормально то есть данном случае мы сделали правки необходимые для того чтобы наш контент отображался хорошо на мобильных устройствах нажимаем галочку сохранить также можете перейти на сайт обновить страницу если вы делаете на реальном уже домене посмотреть через телефон мобильность как смотрится скорее всего будет все смотреться хорошо или имитацию мобильное устройство в браузере правой кнопкой мыши в любом месте клику просмотреть код элемента здесь такая сиконочка я на нее кликаю чтобы посмотреть как будет смотреться в мобильных устройствах то есть вот так вот 430 сейчас у меня на 430 то здесь я могу пользоваться например имитация через iphone через galaxy ipad и так далее у меня браузер опера то есть вот это у нас разворот экрана некая ориентация да то есть вот смотрится в принципе нормально адаптивный дизайн сразу давайте чтобы не затягивать на этом уроке я поставлю паузу если вас плагин деви заинтересовал вы можете купить его по ссылке в описании к этому видео покупает деви page builder таким образом вы поддерживаете меня на этом здесь я заканчиваю и увидимся в следующем видео